В продаже всегда есть готовые наборы лекарств для домашней аптечки. Но многие самостоятельно собирают ее, учитывая индивидуальные потребности, имеющиеся заболевания и противопоказания. Но в ней обязательно должны быть перекись водорода, антисептик, йод, жаропонижающий, болеутоляющий, активированный уголь, капли для носа, сироп от кашля и многое другое. На другие медицинские темы поговорим прямо сейчас. Рубрика «То, что доктор прописал». Спонсор рубрики «То, что доктор прописал» – медицинский центр «Ваш врач» Комсомольская 34А. Многопрофильный медицинский центр европейского уровня «Ваш врач» на Комсомольской 34А приглашает пациентов. В рамках обязательного медицинского страхования ведут прием терапевт, невролог, аллерголог, иммунолог, пульмонолог, ревматолог и гастроэнтеролог, а также педиатр, акушерогинеколог, дерматолог, травматолог, ортопед, нейрохирург, онколог, мамолог и флеболог. Все специалисты решают вопросы временной нетрудоспособности. «Ваш врач» – это 27 видов медицинских услуг, 30 видов УЗИ, все лабораторные исследования. Медицинский центр «Ваш врач». Будьте здоровы! Хочется дать несколько советов всем гражданам, чтобы как можно реже обращаться за помощью к травматологу-ортопеду, то есть ко мне. Особенно в зимнее и темное время суток у нас учащаются травмы, связанные с падениями на снегу, на льду и в темноте, когда люди просто не видят, куда идти. В связи с этим хочется отметить, чтобы граждане в темное время суток обязательно при себе имели небольшой фонарик, чтобы освещать себе путь либо в темном подъезде, либо на улице в темное время суток. Обязательно имели при себе на одежде, на элементах рюкзаков, сумок, светоотражатели, чтобы их могли видеть водители. Для водителей автомашин рекомендую, как травматолог-ортопед, следить не только за дорогой, но и за перекрестками, за пешеходными переходами, потому что большое количество пешеходов у нас не оснащено никакими светоотражателями, за исключением детей. И их очень тяжело разглядеть, когда они подходят к пешеходному переходу или когда переходят по зебре в проезжую часть. Поэтому старайтесь, во-первых, обязательно соблюдать скоростной режим, чтобы вовремя затормозить. И притормаживайте, подъезжая к перекресткам нерегулируемым или к пешеходным переходам. С наступлением зимы особенно актуальной становится проблема переломов. Наиболее опасно это для пожилых людей. Почему? Дело в том, что с возрастом неизбежно происходит снижение плотности костной ткани. Кости становятся хрупкими и легко ломаются. Это заболевание скелета называется остеопороз. Перелом может произойти даже при незначительной травме. Например, при падении с высоты собственного роста может произойти перелом шейки бедра или перелом костей предплечья. А при тряске во время езды на задней площадке автобуса может произойти перелом позвонков. Чтобы защитить себя от подобных проблем, необходимо знать, как же мы можем увеличить плотность наших костей. Во-первых, мы можем увеличить потребление кальция. Как это сделать? Нужно увеличить долю молочных продуктов в нашем питании. Суточную норму кальция можно получить, например, если съесть 150 грамм сыра. Но сыр содержит довольно большое количество жира. А именно такие жиры мы должны ограничивать у людей с риском возникновения атеросклероза, который приводит к инфарктам и инсультам. К такой категории людей относятся все пожилые люди. Что же еще мы можем сделать, чтобы увеличить потребление кальция? Можно употреблять обезжиренные молочные и кисломолочные продукты. Например, выпивать около литра молока, кефира или йогурта. Или съедать около килограмма творога в день. Часто приходится слышать от пациентов, что они считают, будто бы обезжиренный продукт менее полезен, чем жирный. На самом деле это не так. Обезжиренные продукты более богаты кальцием, чем менее жирные продукты. А количество граммов жира в продукте никак не влияет на усвоение кальция из него. Поэтому обезжиренные молочные и кисломолочные продукты – это хороший вариант увеличения потребления кальция для людей, которые опасаются атеросклероза, инфарктов и инсультов. Кроме того, для лучшего усвоения кальция из молочных продуктов нам необходим витамин D. Его нужно принимать дополнительно в виде лекарственных препаратов, потому что в пище он содержится в недостаточном количестве. Что еще мы можем сделать? Мы можем увеличить физическую активность. Лучше это делать по индивидуально разработанным программам, чтобы специалист помог вам тренировать мышечную силу, выносливость и координацию движений. Также мы можем отказаться от курения, сократить употребление алкоголя, употреблять не более чайной ложки соли в день и выпивать не более 4 чашек кофе. Также мы могли бы увеличить потребление продуктов богатых белков, таких как мясо, рыба, творог или белок яйца. Это также будет способствовать увеличению прочности наших костей. Учитывая то, что возрастная потеря костной ткани является неизбежной, обязательно нужно проводить своевременное обследование и выявлять снижение этого показателя. Остеоденцитометрия показана всем женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет. Редактор субтитров А.Семкин